Здравствуйте, друзья! Буквально через пять минут начнется заседание исполнительного комитета. Уже несколько членов исполнительного комитета подошли. Также присутствует на заседании Андрей Шестов, начальник МЖКЦ. Здравствуйте, Андрей. А почему вы сегодня присутствуете? Я депутат. Обычно вы не присутствуете. Обычно я присутствую. Обычно на всех полкомах я присутствую. А сегодня есть какой-то повод? Я депутат, я имею право. Ну имеете право. Я должен быть в полкомах. Я должен понимать, что делается в исполнительном комитете. Понятно. Спасибо. Кроме депутатов и членов исполнительного комитета присутствуют также начальники управлений, коммунальные предприятия, средства массовой информации. До начала заседания, напоминаю, остается 4 минуты. Спасибо. 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 Субтитры had already been updated. Девушки отдыхают. Мы подойдем к членам исполкома, спросим хотя бы несколько. Здравствуйте, Роман Васильевич. Сейчас подойдем и спросим. Юрий Леонидович. Юрий Леонидович, здравствуйте. У нас прямая трансляция. Скажите, пожалуйста, какие вопросы сегодня будут обсуждаться? Сегодня вопросы очень важные. Это бюджет и программы, которые готовят к нашему правлению для того, чтобы их могли финансировать на 15 часов. Это очень важные вопросы. Мы неспоконно их, согласно положению законодательства, мы должны рассмотреть и как бы погодить. То есть мы их особо не рассматриваем, а рассматривать депутаты на сессии более подробно, более постатейно. Собственно, работа давно уже велась по формированию бюджета нашего местного. И проработали и за себя на жертвами депутатской комиссии депутатов. Цифрами они в основном познакомились. Ну а как пойдет там это, если вы завтра на сессии? А сегодня мы должны согласно заказать, заказать их рассмотреть и просто погодить. Спасибо большое. Я смотрю, уже в мяске голова пришел. Раньше на две минуты пришел Владимир Николаевич Новацкий. Сейчас мы с вами перейдем на другую сторону. Продолжение следует... Валерий Николаевич, закройте двое минуты. Кто что там пишет? Если вас, то никто не мое право скажет. Продолжение следует... 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 Тобто эти изменения есть в программе, изменены соответствующие статей на уменьшение, а тут на уменьшение. Все, что мы делаем. Нема поднимек? Пронесення змін до решения виконавча комитета Южно-Міської Ради 10-12-2014-го про установлення розміру плати за харчування дітей до шкільних навчальних закладов номер один, три, четыре, пять. На выполнение закона Украины, принесение изменений и признание такими, что втратили чиньи деяких законодавших акций Украины от 28.12.2014 года, номер 76-8, мы вносим изменения, а также даем новую редакцию, калькуляцию и платную закачивания в детских и дошкольных закладах. А конкретно, відповідно до закону, тепер становити середнюю вартость харчування дітей дошкольных и навчальных закладов, номер 1, 3, 4, 5, міста Юрного, у розмірі 28 гривень 32 копійки в день на одну дитину віком від 3 до 6-7 років, Так, 18-24 в день на одну дитину віком від року за 3 років. Із них 60% від вартості харчування дитини на день, 16-99 за дітей віком від 3 до 6-7 років, та 11-24 за дітей віком від 1 до 3 років сплачують батьки або особи, які їх замінять. Саме ось це і є зміна 60% відповідно до закону номер 76, тому що раніше в нас було 50%, а тепер там прописано не менше 60% платять батьки. І ось цю зміну ми вносимо. І відповідно до закону ми уточнюємо, які саме категорії дітей звільняються від харчування повністю або до доходу. Від оплати захарчування, вибачте, і заплати. А саме звільнити від оплати захарчування дітей, батьків або осіб, які їх замінюють у сім'ях, яких сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму, гарантованого мінімуму, який щороку встановлюється законно-продуктальний бюджет України для визначення права на звільнення від плати захарчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. Звільнити від плати захарчування дошкільних навчальних закладах дітей-сирів і дітей-побавленої батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім'ях. Дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, спеціальна група дошкільних навчального закладу. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною дошкільного навчального закладу, за дні, у які дитина не відвідувала заклад у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, або відпустки батьків, або осіб, яких замінюють у літній дорожчий період 75 днів, плата з батьків не справляється. З осіб, які не бодали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, сплата справляється в розмірі, що не перевищує 60% від вартості харчування дитини в день. І дане рішення набирає чинності з 1 січня всього дефіції 15-го. Розуміло, я хочу дати пояснення, що раніше було 50 на 50, зараз 60 на 40, не менше, більше можна. Ми беремо по мінімальному. Та як закон трактуємо мінімально, так ми беремо мінімально. Ми не додаємо нічого, хоч можна було біде 80, 90 і всі 100. Але ми так залишаємо згідно закону. Практично ми нічого не міняємо, ми дублюємо закон. Бо як сказано в законі, ми прописано і виповняємо всі пункти закону. Так я розповідаю? Так. Калькуляція надберегляється попереднього рішення. Тут ми маємо право збільшувати, але ми нічого не збільшуємо. Так. Нема запереження? Нема запереження. То запрошується. Проти, утримав. Про узгодження внесення змін до міської цільової програми підтримки молодь Южного на 2004 за 2015 років. До сьогодні. Станом на 1 січня 2015 року утворилася передовська заборгованість роздіжу 450 гривень по програмі молодь Южного. Ці кошти були передбачені на проведення заходів до всесвітнього дня боротьби з снідом 1 грудня. У зв'язку з цим поконується внесення змін у перелік заходів і у частину результативних розказників, що характеризують виконання цієї програми. Добре, днівавте. Хто запросується? Доброго дня. Проповодження змін до міської програми соціального захисту окремих категорів населення на 2014-2016 років в новій редакції. Затвичайною лишенням Южно-Ізакомирської радою до 12.12.2014 року. Затвичайна ситуація по програмію соціального захисту окремих категорів населення. В конце 2014-го года по оплате стоимости успех за подключення балерів к коммунальним сетям образовалась задолженность кредиторська задолженность 4704 гривні 20 копеек. Це практично вопросы балерів, да? Знаєте, я хочу такой пример навести по балерам. Я його вчера приводив на аппаратном совещанні. Це наша іниціатива. Чисто ісполкованська іниціатива помочь малоимущим, учити за те, що нету горячей води, устанавливати за счет бюджета балерів определенной категории населення. Так вот, ми поставили балер одному жителю нашого міста, який вдвоєм живе в трехкомнатной квартирі, дочка в Ізраїле живе і т.д. Ми поставили ему балер, так он написав заявлений в прокуратуру города о том, що ми маємо ще один десь поставити, що в метро-комнатной квартирі, значить треба поставити два балера. Знаєте, поэтому, як говориться, іниціатива наказує. Також, коли допомагаєш, знається, потрібно, треба ще більше. І таке було. Таких примерів можна привести дуже багато. Тому що не має 9 чоловік дуже доволен і благодарен. Ну, остальні. Понятно, я просто, як кажу, крийську мову я ввыняв. Да, хто за даним проєкт, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Тей. Про погодження заходів та завдань програми реформування розвитку злово-комунального сподарства місті Южного на 2015 рік новій редакції. Добрый день. Прошу со слогністі підрозділ 4 снятарная чистка та благоустріль допомнити пунктом 24 проведення технічної ментаризации та добителю технічних паспортів на загальноліські дороги міста Южного. Це багаження кредитерської заборкованісті, стану на 1-1-1-2015 року на суму 63 тисячі гривень. І в целом, предусмотрена сумма по программе увеличилась на 18 млн 300 тисяч гривень. Це в тому числі за счет увеличення кредиторської задолженності на 3 млн. Увеличення стоимости робот по модернизации і пусконавації «Люфтопс» увеличилась у нас за 180 тисяч на 245 тисяч – це 4 млн. Капитальний ремонт дорог – 6 млн 800 тисяч – і увеличення стоимости робот по капитальному ремонту житлового фонда на 1 млн 400 тисяч. Будь ласка, я хотів би, щоб ви розуміли, що це програма. Це наші хотіли. Тому ми програму виключаємо, тому що якщо де-то відбувається день, щоб ми потім не відважалися до відкріження програми. Тому дії живі – це коли ми з вами відбуваємо бюджет. Вот это конкретный, речь идет о конкретных делах. Это программа, это пожелание, что делаем, которые хотели бы сделать. Программа действия. Кто запрошил вас? Браты, затримались? Поголосно. Программа действия. Программа действия. Программа действия. социального развития Комиста Южного на 15-й рік разработана в соответствии с демок статт. 26 про миссиональное соблюдение в Украине и закон Украины про государственное организование социального и социального развития Украины. Подготовка программы подготовлена с урхованием данных предприятий и установок и управлений Южно-Мирской Ради. Программа включает анализ социально-экономического развития за 14-й рік коротко. За результатами минулого року позитивную динамику в социально-экономическом становище места демонстрируют показники обсягів реализованной промисловой продукции в ростане на 12,8% за 6,2 млрд. грн. Реализованих послуг на 54,1% розрядного товара обороту на 15,3% обсягів прямых иноземных инвестиций на 1,7% обсягів вантажа обіку акваторій порту на 9%, доходить в міський бюджет на 21,5%, середньомісячну заробітну оплату на 5,6%. Незважаючи на тенденцію скорочення приросту населення, який складає 146 осіб з початку року, це на 42% менше, ніж до рим. У нашому місті народженість таки перевіщує смертність і це забезпечує позитивність. Природний привіз становить 73 особи, міграційний також 73. Чисельність постійного населення стане на 1 листопада 2014 року 32 149 осіб. У програмі представлені оптимістичні прогнози на 15-й рік. У промисловості обсяги реалізовані промисловою продукцією, промисловне підприємство місце планується в обсягі 10,2 млрд грн. зростання на 49% до 2014 року. Найбільші зростання обсягів виробництва промислової продукції в 2015 році прогнозується на підприємстві хімічного промисловості, зростання також передбачається на підприємств Южний технічний завод на 1%, Южпроцервіс на 25%. Інші підприємства не планують кардинальних заходів і змін щодо зростання обсягів виробництва у 2015 році. У транспортній галузі основні напрямки у морському транспорту передбачають виконання заходів розвіку державного підприємства «Морський та Вовельний порт Южний», деякі – це будівництво головної поміжжюючі підстанції «Южна», будівництво обчисних споруд виробничі з Нового Востокі, модернізація вугільно-крудного комплексу, модернізація портальних кранів, реконструкція мереж електропостачання та електротехнічного обладання, та інші. Інвестиція у розвиток підприємства прогнозується у сумі 173 млн грн. Обсяги вантажопереробки прогнозуються на 14,7 млн тонн. Це майже як у 2014 році. Адміністрацію порту «Южний» у 2015 році запланована реалізація крупних інвестиційних проєктів. Це дно поглиблювальної роботи з реконструкцією морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів порту «Южний». Будівництво спеціалізовано перелантажування комплексу навалюваних вантажів в тилу причалів 8, 9, 10, 11. Розвиток причальних споруд в районі причала номер 4. Вантажоперобік вакваторії порту зросте на 10 відсотків і складе 48,7 млн тонн. У житловому будівництві у 2015 році згідно з діючими договорами по його участі не заплановано введеної до експлуатації багатоповерхових житлових будинків. Задання, які не вдалося реалізувати у 2014 році, враховані в програмі на 2015 рік. Важливими завданими стане вирішення питань це виконання програми «Доступне житло», проведення капітального ремонту приміщень та мереж електрозабезпечення декладів «Пасліти», будівництва школи, реконструкція незавершеного об'єкта для розміщення центру для дітей і інвалідів, будівництва спортивного надачі при школі номер один, капітальний ремонт фасаду поліклініки, берега запісні будівельні роботи у Приморському парку, Благоустрій траси здоров'ї, в Приморському парку друга черга Благоустрій, пляжна паркова зона і продовження реконструкції двокповерхової будівлі за адресом Вельгорського десанту 18. Виконання заходів розвитку соціальної інфраструктури міста Южного, заплановані на 2015 рік, потребують від субфінансування на суму понад 30 линьонів. Важливими завданням у житлово-комунальному господарстві міста буде ремонт асфальтно-бетону покривця на внутрішньо-потребі в проїзді, капітальний ремонт внутрішньо-будинкової електричної мережи житлових будинків, ремонт пожежа-досіння та димовидалення, капітальний ремонт доріжки від житлового будинку номер 16 попросток до житлового будинку 12 попросток проспекту Григорьевського десанту та елементів благогоустрілу дворіжкового будинку 22 по вулиці Хімнігі. Капітальний ремонт резонували чистої води, номеради, проведення капітального ремонту мереж водопостачання та водовідвленення, очиснення споруд для чистки мінових вод, капітальний ремонт теплових мереж і проведення капітального ремонту моденізації пасажирських ліків. Загальна кількість програм закланованих на 2015 рік складає 36. Виконання міста програм міста потребує фінансування у сумі понад 130 млн грн за рахунок місцевого бюджету 32,7 млн грн за рахунок інших коштів. За усіма показниками соціально-економічного розвитку міста, запланованого на 2015 рік, свід віднашити зростання економічних показників підприємств міста, стільки розвиток соціальних інфраструктурів, зростання рівно-середньомісячних заробітних планов. Заходи, які заплановані на 2015 рік, рік потребує фінансування об'єктів соціальних та структур за рахунок свіх можливих джерелів. Фінансування заходів програмами залежить від наповнення міського бюджету зростання, 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 зростання. Звучить. Звучить. Питання, будь ласка? Присутні. Я хочу, що сказати, що, безусловно, основа в розвиті города лежить все-таки економіка. Це економічні показники і в цілому, потім, соціально-економічне розвитие города. Звучить. Несмотря на то, що був дуже сложний, 14 років, в цілому для країни, це все прекрасно розуміє, ми знаємо, які показателі в цілому по країни, по області. Але ми в місті сработали в 2014 році краще, ніж в 2013 році. Практично, по показателям економічнім і соціальнім. І, безусловно, це багато хто дивляється, коли так, ну так, так сложилось. І випадок на перспективу на 2015 році ми будемо розраховувати сейчас бюджет і будемо розраховувати на сесії Городського совета. Основной, скажімо так, акцент ми будемо делать на те вопросы, які сьогодні наболівші в городі. Це на випадок соціальної житнєдєзі в місті города. Це теплотрасси, це водоводи, це каналізація, це стоки, це ремонт КНС, це ремонт ВНС і так далі. Тому що ми об цьому вже не один раз говорили, що імено сейчас, в прошлом году, в цьому году, в цьому году, нам потрібно все теплотрасси, водоводи пом'ятати, щоб всіх пришли дніводні. Городу 36 лет, тому нам потрібно по всему городу меність всю систему інженерних сетей по городу. тому, це об'язково без цьому нічого не буде зробити. Але, безусловно, будем параллельно робити і соціальне направлення. Нам є, і ми маємо надрежно це робити, і мэрию це робити, і інші є об'єкти. І, безусловно, ми будем вкладати какие-то деньги, старатися вкладати інвестиційні проєкти, тому що у нас є планы о том, що строити, може, начнем строити, і підготовимося документами з листа ще одного заводу промышленного производства на 100 млн доларів інвестицій. Закануючим вопрос зенільних вносинів акційно. Планы є, я думаю, що ми постараємося допомняти. Як я завжди говорю, що ми завершаємо ту планку, для того, щоб було до чого стремитися. А далі вже спитати. Так, якщо нема питань, голосуємо, то запрошуємо. Проти, утрималась. Следічне решення про узгодження внесення ЗМИК до решення Южної міської ради від 24 до 10 до 2013 року про утверждення міської програми кліп Южного на 2013 до 2015 роки з урахуванням змін затверджених рішенням міської міської ради від 28 до 8 до 14 років. Програма від також вже відпрацював свій ресурс і ми повинні його утримувати за рахунок бюджету. Нема запрещені проти, проти, утримались, прийнято. ми наступне відповідальні Материальный резерв должен быть в баке, в соляре, в тоннаже, в квадратных метрах, в погонных метрах. И должно быть все заскладировано, запломбировано, не дай бог, на какие-то такие чрезвычайные ситуации. Потому что у нас бывает так, что надо сегодня, не дай бог, дизель-генератор запускать, а у нас только деньги на счету есть, или талоны даже есть. А замело, как мы эту соляру, нам 200 тонн в час помолим, 200 литров соляры в час нужно на дизель-генератор. Для котельных, для ВНС, для канализации и так далее, для тепла. Поэтому я прошу вас, чтобы этот дизель-топливо, дизельное топливо, был в баке, не в талонах, а в баке, чтобы мы могли в любое время через бензовоз его заправлять. Договорились? Договорились? Это обязательно. Так, еще вопрос есть? Нема? Кто запрошил вас? Проти, утримались. Принят. Пропогоджение программы розыска системы оповещения та информации цивильного захиста в Министер-Южном 2009-2015 годы в новой редакции. Здесь уже то, что мы пока планируем только по договору с оператором мобильной связи «Лайв» сделать смс-сообщение. По случаям в предсвечайной ситуации происходит оповещение комиссии по предсвечайной ситуации на локационной комиссии места. У нас сегодня есть такая возможность оповещать эти комиссии с помощью Одесского припортового завода. Есть у нас соответствующий договор через их систему многоканального, систему автоматизированного оповещения. Но мы таким же очень дублирующие. Что касается дальнейшего развития системы оповещения, то он работал для области рабочий проект. Его стоимость порядка 30 миллионов. И, как и на новую администрацию объяснили, что когда будет принято на областной сети решение по этому проекту, по непосредственно строительству системы оповещения, потом он уже пойдет на свекло не сказать, что там будет расписано, что делается в область, что делается в местных бюджетах. Вот определенные рабочие места должны быть оборудованы, соответствующие технику, куда будет стекаться вся информация и откуда будет происходить все оповещения. И предприятий, и мест массового скопления людей, в том числе магазины, где есть громкая связь, например, как вот Копейка. И есть возможность этой системы вмешиваться в радиовещание. Поэтому мы пока планируем то, что мы оповещаем комиссию и содержим то, что у нас есть на сегодняшний день, системы оповещения в городе, а в дальнейшем уже будет зависеть от того, как будет принять этот рабочий проект и уже будет идти в дальнейшую жизнь в системе оповещения. Доброе. Скажите, пожалуйста, есть липка? Нема? Там завтра помню себе. Кто против? Это новость. Это так? 12-й, там новая редакция у нас. Дякую. Про внесение ЗМИ до решения сессии Южинской міськой Ради, номер 2395 и 14-го, 9-го, 1050-го года. В связи с тем, что в городе Южной финансовой инспекции у нас нету, мы написали актримую передачу помещения и теперь приводим к задуману к чиновному законодательству решение действующей сессии. Мы его оставляем в жилом фонде. Это помещение. После принятия этого решения будет решение сессии подачи. Мы его оставляем в жилом фонде. Хорошо. Есть это? Не могу задать. Кто против? Продолжение программы развития инфраструктуры города Южного на 2014-2016 годы в новой редакции. Что у нас? Ну, там есть слабо у 7-го года у нас кредиторская оборудовка не така велика. А також продолжим объекты, которые будут начать в новом году. Это и набережный, и виконавчий комитет. И також у нас закладываются еще и новые работы. Это ремонт дахов на первой и третьей школе. А також по детям садкам. Також продолжим еще замену века. где еще не поменяли в центре втаска робко проекту так, питание наши, мы дети ваши векна повинны все закончить да, он сделает вот что значит депутат директор школы 3 года да, добрый нет вопросов то завтра что голосовать против утримались в первую очередь погоджение несения изменений и дополнений до программы створения торгового мистебудивного кадастра в мисте Южном в 2015-2016 годах там подряд организации не вкладывались термин в первую очередь не успели выполнять работы и вновь на начале этого года по 2000-х все завод порт кладовище курортная зона так послуговую просили и МЖКЦ писали и все подали все пропозиции все включено все там есть финансирование включилось включилось и покажение экологическая программа за экологичные кошки ну вы знаете экологичные кошки чисто по напрямую есть спецификации неправо, неправо, неправо негде кто запрошил против отримались принято обновление дозволу гражданину Ткаченко на установлене антенны сухотникового телебачения на фасаде житлового будинка за адресом Министерства Южной Дейск-Улисти улица Новобилярска 24, квартира 50 все ученицы погодживались кто запрошил против отримались про постановку на спортивный облик жителей города Южного не написано на что это не делится кто запрошил кто против отримались принято про переоформление особовых рахунков на житловую площадь жителей города Южного кто запрошил против отримались про внесение изменений до обликовых справ граждан которые перебывают на квартирном облике в Южном місте Конкомна кто запрошил против принято про подтверждение контрольного списка работников морского терминала певденна який перебувает на квартирном облике в Южном місте Конкомна проти утримались расхваления проекту решения Южної міської ради за внесение изменений дополнительного решения Южної міської ради 24 2014 року по миске бюджет міста Южного на 2014 2014 рік затверджуємо эти 4 рік которые были уже переживали то запрошу голосовать против отримали а теперь саме расхваление проекту Южної міської ради про миску бюджет міста Южного 2015 15 рік до его рассмотрения путешествовала очень большая работа в многих категориях руководителей города специальности газований я хочу сказать что сегодня премьер-министр 3 часа проводит электорное совещание именно по бюджету считается как новый реформированный бюджет по реформам административным и так дальше все это увязывается к бюджетам кодексам сформированный проект мисцевого бюджета на 2015 рік грунтуется на выраженном подходе для использования обмеженных бюджетных ресурсов и зарахованием изменений бюджетным кодексом и податковым кодексом и другими законодательными актами которые реагируют формирование мисцевого бюджета и процесс бюджетных взрослых рациональное использование бюджетных коштей подвищение эффективности выдастки концентрации на приоритете при этом включены задания бюджетной полиции обеспеченной стабильности стейкости и балансирования бюджетной системы основными изменениями в додатковой частины передача финансирования загальноосвитных школьных и лекарств из мисцевого бюджета на державный бюджет миски бюджет будет отримать освитную и медичную субвенцию на поточное упрямление школьных и лекарных завдяки изменения законодательства значительно субвенцию мисцевого бюджета на выполнение власть повновлений что сприятому покращению финансово забеспечения самоврядных функций в первую очередь житлово-коммунального господарства благоустрой населения пунктов будильництво житла и облизации и других программ социально-экономичного развития замість костей передаются из мисцевого бюджета до державного бюджета у нас явилась новая реверсная дотация это и зятя раньше называли сейчас реверсная реверсная дотация система выравнивала податка свободного права податка справа областей есть прогрессивной межсистем балансирования и мая на метке приятной зацикальности мистерских органов владель до залучения новых надходжений и расширения наявной базы податкования формирование бюджета заради результатов не только изменяем методом финансирования и а и загальником загальних изменений в процессе здействия государств и оценивания результатов межсистем программа межсистем метод застатково звертаю увагу на то как найкраще використовувати обмаженные ресурсы для важного результата загальний обсяг видатки місцевого бюджета 15-ти рік з урахуванням освитної медичної субвенції складатиме 202,9 млн грн у тому числі по загальному фонду 103 млн по спеціальному фонду 72 млн грн оборотно-касова гостівка складає 1 млн грн розрахунок фонду оплати працівників бюджетної сфери здійснено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 1218 з 1 грудня 1378 грн на місяць відповідно до закону України про державний бюджет України на 2015 рік розрахунки видатки на енергоносі в житлово-комунальні гостіві на 2015 рік проведені зрахуванням економного використання бюджетних коштів виходячи з фактичного споживання бюджетного установи енергоносі у 2014 році та зрахуванням ціни таріков які діють на 1 січня 2015 року з метою ефективного і раціонального використання коштів передбачених за споживання енергоносі актуальним залишається здійснення бюджетними установами енергозберегаючих заходів розрахунок видатки загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік по захищеним статтям без урахування соціальних субенцій з державного бюджету наступний заробітна плата з нарахуваннями 64,9 млн грн медикаменти 816 тис. грн продукти харчування 2 млн 284 тис. комунальні послуги майже 9,5 млн грн на галусі світу у 2015 році місцевого бюджету передбачені кошти в розмірі 19 млн 376 тис. ці кошти будуть витрачені на отримання дошкільних позашкільних закладів освіту медичного компіетету та централізовані губартері закривано захищені статі спрямованого заробітну плату 13 млн 818 тис. грн це 70% від загального усягу це досить непогані показники комунальні послуги 2 млн 774 тис. продукти харчування 1 млн 797 тис. грн медикаменти 41 тис. грн на виконання місцевих програм галузі освіти 269 тис. грн на поточне утримання бюджетних за галузі освіти 882 тис. грн нововведення при формуванні видатки як вже казали в галузі освіти є виділеною субвенцією з державного бюджету місцевого бюджету Южного відповідно до закону України про державний бюджет на всефінансування загальноосвітних шкіль звертаю увагу це без урахування дошкільного межального закладу який знаходиться в четвертій школі виділено 23 мільйони 335 тис. грн які розподілили на заробітну плату 18 мільйонів 575 тис. грн кабинальні послуги 4,5 мільйони медикаменти 8 тисяч продукцію харчування 135 тис. грн тобто в нас не вийшло питання щодо харчування дітей в школах в тому обсязі який ми консували в минулому році обособлення в формуванні видаткової частини погалузи охорони здоров'я 2015 році є виділення медичних субвенцій згідно з законами країни який я вже писав під державний бюджет України 15 рік загальна сума субвенцій складає 20 мільйонів 120 тисяч гривень на заробітну плату 16 мільйонів 650 тисяч гривень комунальні послуги майже 1 мільйон 400 тисяч медикаменти 760 тисяч гривень продукти харчування 370 тисяч гривень інші додатки складають 883 тисячі гривень передбачені кошти на зубоконизування пільгової категорії населення та виплату пільгової пенсії в розмірі 72 тисячі на отриману установу культури під масовий заход на 2015 рік надбувся виділити з місцевого бюджету суму 5 мільйонів 937 тисяч гривень що на майже на 12% або бачено 600 тисяч більше ніж показника 2014 року заробітна плата з нарахуваннями майже 5,5 мільйонів кордональних послуг 238 тисяч гривень вістері програми розвитку культури 26 тисяч гривень прогнозний обсяг видатків що планується виділити з місцевого бюджету на фізичну культуру і спор в 2015 році планується в розмірі 878 тисяч гривень що майже на 10% або на 64 тисячі гривень більше показника 2014 року на соціальний захист за рахунок кошти місцевого бюджету передбачено 2 мільйони 246 тисяч гривень що на 7% або на 131 тисячу більше ніж показник 2014 року на утримання територіального центру соціального обслуговування планується підділки з місцевого бюджету 595 тисяч гривень Центру служб для молоді планується выделити 439 тисяч гривень Центру соціальній реабілітації дітей-инвалідок 780 тисяч гривень місцеві програми складають 432 тисяч гривень на державне управління закономлено 8 мільйонів 900 тисяч гривень з яких виплата заробітні плати 7 мільйонів 900 тисяч гривень на житлово-комунальне господарство по загальному фонду закономлено суму в розмірі 5 мільйонів 243 тисячі гривень на засоби масової інформації в 2015 році в розмірі 1 мільйон 180 тисяч гривень низька газета 300 тисяч гривень від студії Толобачі ділить 750 тисяч гривень віддатки які не відносны до основних гривень складають 14 мільйонів з яких 510 тисяч серезервний фонд 100 тисяч матеріальний резерв і видатки на підвищення ціни на екранесі та інші видатки що не суперечить вимогам чим 13 мільйонів 744 тисячі гривень спеціальний запланований проєктів бюджет в розмірі 72 мільйонів 27 мільйонів фонд охорона на кожне провідне середовище бюджет розвитку 37 мільйонів 335 тисяч гривень ціровий фонд 2 мільйона 174 тисячі гривень власне надходжений бюджетний постанов 5 мільйонів 212 тисяч гривень ретейнональний напрямок виглядних додатках до проєкту місцевої джинси все понятно що нічого не понятно щас будемо щас будемо пояснення вопроси якісь є присутствие об'єктує 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 будь-яктує об'єктує 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 об'єкт 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 на державний бюджет копейки. Потому что это идет разный бюджет. Это для того было понятно. Это финансировать с двух бюджетов, скатерически запрещено. Вот, например, мы не можем финансировать милицию, мы не можем финансировать прокуратуру, и так же они финансируются с государственного бюджета. Вот так же сегодня финансироваться будет образование и будет финансироваться медицина с государственного бюджета. Если мы в прошлом году финансировали и образование и медицину с местного бюджета, По формульному расчету на душу населения, по Минфину, потом еще дополнительно, например, на образование, помню, где-то давали еще 6 миллионов, для того, чтобы покрыть разницу, которая образовывалась в образовании. В этом году, в этот раз, мы не имеем ни одной права, ни одной копейки помочь финансовому образованию. Это категорически запрещено законом. То же самое и по медицине. Буквально вчера, мы вчера собирались с директорами школ, представителями школ, думали, как, где, какие варианты, как бы договорились до одного варианта, пришли, подумали, согласовали с структурами в области и так далее. Категорически запрещено. Нельзя, 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 нельзя. Я не знаю как, но мы там сейчас каким-то образом где-то будем сокращать, не сокращать, а переносить как-то вопросы тепла и так дальше за счет этих денег давать на, может, на какие-то заплаты. Будем думать, каким-то образом здесь случится, не нарушая закон. Не нарушая закон. Но, если кто-то думает, что бюджет города увеличился за счет того, что образование и медицина перешла в государственный бюджет, вы глубоко ошибаетесь. Нас сняли 15% подоходного налога. Основной доход бюджета, местного бюджета, это подоходный налог. А нас сейчас 15% сняли, передали государственным. Таким образом, подтвердить, что нам практически бюджет выровняли. В прошлом году один к одному. Миллион к миллион. Забрали медицинное образование и забрали те деньги, которые мы финансировали, могли, с местного бюджета. Но мы еще могли дополнительно с местного бюджета планировать и помогать. А сейчас практически это сделать не можем. Но, безусловно, особенно это касается образования, проблемы в основном это в городе Южном. Вы знаете, мы вот так изучали, смотрели. Величевские, Бизмаиле, все города, они практически вписываются. Никто не может, там у нас были, мы говорили о том, что там председатель профсоюза на совещании сказал, что МОД или ЧОВС, все 100% обеспечил. Да, не 100% обеспечены, за счет государственного бюджета. Но это не значит, что они больше получили. Нет. По всей стране на одного ученика одинаково дали. Просто у нас не было, у них не было тех излишностей, ну так, правычка. Что у нас, правычка, кавычка. Да, потому что сложности, которые мы здесь можем делать. Потому что у них, ну, например, у них, я такой пример такой приведу, мне хмелью в ЦЛМ. У них, да, группа продленного дня, у них школ, наверное, в два раза больше, чем у нас, да? У них 12 школ, у нас 4 школы. Вот у них на 12 школ 10 групп продленного дня. А у нас в одной школе, наверное, здесь. А у нас 29 до 4 школы. А у них на 12 10 групп продленного дня. Понимаете? Вот поэтому у них, они вписываются, у них как бы в этом плане нет проблем. Но это не значит, что мы должны ухудшать общеобразовательный уровень наших детей. Нет, конечно. Поэтому будем, мы дали, Майя Петровна, да, мы дали запрос в область, чтобы как столько нам не доставить денег, чтобы мы как-то, чтобы в бюджете, я не знаю, там пересматривали, ну, как-то будет еще формироваться. Бюджет, я хочу сказать, что тот бюджет, который мы будем завтра принимать на сессии городского совета, мы в марте месяце, в самый позже срок, это в марте месяц, будем его пересматривать. Мы будем пересматривать, потому что очень много вопросов непонятных еще на уровне государства по бюджету. Вот, например, такой, есть несколько вопросов, которые я задавал область, и тоже никто не может ответить. Есть подакцизные товары. 5% подакцизных товаров идет отчисление в местный бюджет. А скажите, я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, а по месту регистрации будут отчисления эти 5% этих подакцизных товаров? Это спиртное, это табак и так дальше. Вот, например, Копейка. Копейка зарегистрирована в Одессе. Куда эти будут, в Одессу или в Южную? Или, например, АТБ. Они зарегистрированы, как помню, Николай, Непропетровский. И так по всей Украине. Они зарегистрированы в Киеве. Разветвление сети есть по всей Украине. Никто не может нам сегодня ответить. Надо работать с налоговиками, когда будет идти это расщепление. Или второй вопрос. Это касается Одесского припорта завода, основного припорта. Сегодня в проекте закона есть, что земля, которая находится в частной собственности, и земля, которая находится в постельном коррестувании, налоги, раньше я определил четко, 1%. Сейчас от 1 до 3%. Сессия городского совета определяет, самоопределяет. Для нас это очень важно, потому что у нас 50% земли города, это на постельном коррестувании, 1%. Но уже это государственная земля. Это припорт Ализавет, это порт, это практически там еще наберется где-то около 450 гектаров, да, Сергей Николаевич? А у нас всего 1111 гектаров в городе. Понимаете? Но опять-таки, от четкого определения, мы можем предрешать, но мы его сейчас не принимаем. Мы будем ждать точного, скажем, расшифровки кабинета министру, или там бюджетом ходится, может какие-то поправки будут они вносить и так дальше. И еще там ряд вопросов есть. Поэтому мы тоже не можем окончательно принять бюджет, бюджет, потому что много чего непонятного масштаба государства. Мы его обязательно будем пересматривать. Я думаю, самый поздний срок это март месяц. А в целом, в целом по бюджету, если бы не медицина и образование, у нас вообще бы не было проблем. Никаких проблем бы не было. Ну, и мы знали, что оно к этому идет, но мы все-таки где-то надеялись, а вдруг оно не сделать, как говорит Номазов, такую глупость, не переведут, дадут местному бюджету финансировать образование медицины. Лекарства вроде хотят пересмотреть, что местный бюджет. Ну, тогда будет очень плохо. Если еще... А, нам еще запрещено... Если нам разрешат покупать лекарства с местного бюджета, конечно, это будет хорошо. Но если и этого мы не сможем, даже оскорую... Ну, скажем, такие вопросы тут... Роман Асоевич знает, он доступал, рассказывал нам, что хорошо, что плохо. Поэтому... Даже мы вчера уже на этом совещании, когда проводились образования, приняли решение, что мы дополнительно даем миллион с местного бюджета на харчевание, да, Майк Трофим? На харчевание, все. Потом начинаем разбираться в бюджете. Оказывается, харчевание тоже входит в этих 23 миллиона. Представляете? То, что обеспечено государством. Да, это бюджетом государственным финансируется харчевание. Просто обеспечено государство гарантирует. А то, что вверх... А что же нам гарантирует? Что с этим? Да не можем мы давать... Если бюджетом, если финансируется бюджетом. Мы не можем, если сегодня в бюджете в 23 миллиона образования и входит туда кормление, питание детей в первых, в четвертых классах, оно туда уже есть в бюджете. Только тех, которые государству гарантируют. Нет, нет, там, по-моему, все есть. Нет, нет. Только в четвертых классах, но в первых, в четвертых классах, только в льготе, в секундочку. В целом, я знал, что у них дети только льготная категория. Есть. Ну вот вчера мне рассказывали о том... Организация харчевания у ученик в 4-х классах, загранили освещение в начальниках заповедей. Ну, ну, дальше. А также? А также? А также? Дети, сири, дети, сири, дети, с неполно, и бабу до 7-ми профессиональных в начале заповедей. Дальше, дальше. Первый, четвертый ходит, гарантированно. И это что, без того бюджета есть? Да, и Мила Владимировна читает другой закон. Это не бюджет. Браво-народу ты писаешь? Это ассортно. Давайте, давайте, мы определились, что если это в рамках закона, мы обязательно будем финансировать. Сто процентов. Самое важное то, чтобы не было двойного финансирования. Чтобы детей первого, четвертого класса не кормили государственного бюджета и местного бюджета. Потому что это грубейшее нарушение бюджетного кодекса. Поэтому, если нам дадут подтверждение о том, что мы можем финансировать питание, мы его будем сто процентов финансировать с местного бюджета. И всех детей, хоть там есть категория, что мы можем определить. Например, Ильичовск, они не все, они будут финансировать питание первого, четвертого класса, выборочно. По каждому ребенку будут изучать материальное положение семьи и так дальше. Мы для себя принимаем решение. Все детей, независимо от какой категории семьи они относятся, что мы будем финансировать. Так, как было раньше. Вы знаете, что особенность нашей области в том, что среди четырех школ три с особенным статусом, а государство даёт наследие статистическое. И чего тогда? Скорочивать мне группы продолженного дня? Чего мне тогда? Забирать индивидуальное навчание? Вчера мама пришла, я взяла дитину индивидуально, а мама пришла и сказала, я до президента не иду. Ну, дай Бог, чтобы она решила. Илья Васильевна, еще нет решения, на основании которым вы могли бы уже эти действия предпринимать. Правильно? Завтра только решение сессии, а вы бы уже сняли. У нас на основании. Нет, почекайте. Почему, наверное, с того, что на завтра треба чемусь выйти? То бы я снялся. Я еще раз говорю и наговорю на то, что это не наша инициатива, что нам просто заборонено законом. Не то, что мы не хотим. Будь ласка, я вчера говорил, давайте мне пропозиции, как можно решить это вопрос. Юристы, финансисты, директора, покажите мне документы, на основе которого мы можем финансировать. Я еще раз повторю, проблем в финансах нет, проблема в законе, что мы не можем с двух бюджетов финансировать. Один из вариантов выживания, не финансирования, а выживания бюджетных организаций, это створение и финансирование специальных рахунков. И специальных рахунков, вверху от того, как они будут рассчитаны, мы имеем право забезпечивать закупки медикаментов, так и решение других проблем. И вот бюджетным кодексом, и, власне кажучи, и в доповеди премьерного министра, это сказано про то, что бюджетные организации, которые имеют специальные рахунки, они имеют право открывать эти рахунки не в Державном Казначействе, а в банке, в том числе и в комиссийном банке. Это было сказано, это было предпочено, это процесс, кажется, не написано и бюджетным кодексом, и бюджетным кодексом. На сегодняшний день нет такой возможности, из-за того, что нет порядка их открытия. Я думаю, что, мабуть, мы это принимаем за бюджет, и, мабуть, мало ли оно какой-то смысл в том, чтобы финансовое управление отработало это питание, и, в том числе, может быть, в бюджетных организациях, которые есть специальные рахунки, открытые эти рахунки не в Казначействе, а в Барбовских законах. Я думаю, что сегодня Женю Владимировна будет на селекторной нараде, которую будет проводить премьер-министр, по бюджету. Я думаю, там будут наши официальные, областные официальные, которые должны себе запишутся, питание поднимите на том уровне, или, может, кто-то из наших областников захочет поднимать питание перед премьер-министром, про эти рахунки и бюджетные рахунки. Я думаю, что премьер сам будет говорить о том, что мы можем получать деньги в Казначействе. И у нас, как минимум, банк будет заоборонен, а именно только государственные банки. Так что сейчас банки, а еще какие-то банки у нас есть. Геннер Иванович правильно сказал, но действительно сам закон Украины прописан так, что он дает ссылку на очень много порядков, которые должны разработать Кабинет министров. Кабинет министров, по итогам первого полугодия, выходящий, в межах наявного финансового ресурса. Сегодня я выплачу на деньги. Закон не скасованный. Проте, опять же, это посилание на порядок. Ну, закон не скасованный на сегодняшний день. Бюджетные организации, у них нет смысла. Мы не зацикавлены в том, чтобы пополнивать эти специальные рахунки. Вы знаете, что там проблема в использовании. Что мы имеем право их использоваться. Действительно, то, как набираем до суммы, которая передбачена. А это, я знаю, что вы знаете, а это листопад месяц. А в листопаде месяц мы только создали, так же, как в этом году, мы только создали кредиторскую заборкованность. Поэтому это надо решить. Это, по-перше, будет зацикавливать бюджетные организации. По-друге, это будет вариант выживания. А скажите, будь ласка, а что сегодня есть, какие акты, которые забороняют вам открывать специальные рахунки? У нас нет актов, которые забороняют, у нас нет актов, которые позволяют. Так, если не заборонят, то позволят. Нет. У нас бюджетным кодексом передбачено, а механизм регистрации в банковской системе нет. Я думаю, что до березня месяца, то, что мы говорили, что мы обязательно повернемся до бюджета, будем переглядать. Будет порядок кабинета министров, министерства финансов, который нам позволит детальше працювать этот бюджет. Так, есть какие-то вопросы? Нет. Нет? Тогда кто запрошил вас? Проти, утримались, принято. Так, про другое вопрос. Про узгоджение внесения изменений до программы развития физической культуры и спорта в Министі Южному на 2014-2016 годы. И так показано, что решение Южного Министерства Министерства 19-12-2013 годы. Тут тоже, что мы делали культура здоровья и спортивно-массовая работа. Вносится изменения при торскую заборгованность 633. Продолжение следует... Сейчас прошло заседание исполнительного комитета. Члены исполкома остаются для обсуждения вопросов закрытого порядка. После этого мы пообщаемся еще с городским головой. Горы нам расскажет. Роман Васильевич, скажите, пожалуйста, переход на государственное финансирование. Как это будет происходить в Минетике? Воно уже происходило, мы удержали бюджет, который распределил этот бюджет и уже работаем на этот бюджет. И не было сложно переходить с местного на государственный? Не было, будет. А чему? Потому что государственный бюджет, сумма государственного бюджета, почти на 40% меньше, чем бюджет нашего прошлого года. И что будем скорочивать в медицине? Мы ничего не будем скорочивать. У нас самая кадровая политика, то будем говорить таким образом, что у нас нема кадровой системы, у нас нема измельчинств. То у нас все розраховано таким образом, что, например, на 10 тысяч населения, кількість лекарей у нас значительно меньше, чем в других закладах. Кількість лежок у нас меньше, чем в среднем области, почему она значительно меньше. Кількість средних медицинских работников меньше. Почему? Потому что мы, когда строили систему охраны здоровья, мы ориентировались уже на эти цифры. Мы знали, что придет на много времени, и мы ориентировались на эти цифры среднеевропейские, которые нам еще в 2001 году, и в 2001 году, и в 2002 году, что в Украине должно быть столько лежок на 10 дней, столько лекарей, столько. И нам было простейше. Мы створили новый лекарей, и мы в этом новом лекаре мы уже могли передбачить эту кількість. Раз, потому что этих лекарей, которые уже существовали, там было сложнее, потому что стояло вопрос о скорочении. Мы не говорим сегодня о скорочении кількости медицинских работников. У нас статей, которая предбачена на заработную плату, она не сильно отличается от предбаченной, от розрахованной. Скорее, надо было сказать, что она не сильно отличается. То есть она заработную плату у нас в лекаре не имеет. У нас есть проблема только в одном. В программе. Особенно программе здоровья. А программа здоровья – это финансирование медикаментов за життями, показниками. Это первая-другая категория – это учасники войны, это дети и так далее. И получилось так, что государственным бюджетом мы не имеем права, мы не имели право передбачить это финансирование. А с местным бюджетом нам эти деньги не выделяются, потому что местный бюджет не имеет права. Вот сегодня, в день, вот такая колесия. Так или иначе, мы в порушении всех бюджетных справ и кодексов. Мы передбачили на первых 2-3 месяца финансирование. А жизнь покажет. Ну, насколько я знаю, что и финансовое управление, и местная влада, у нас еще никогда не было такой ситуации, чтобы мы возвращались до них за решением этого вопроса, и нам кто-то колесо-седьмого. Найдем выход. Это вопрос, которое я сейчас поднимаю, специальный рахунок, специальный рахунок лечения в закладах, конкретно говорю про лечения в закладах, это палочка-выручалочка. И справа в том, что это те гроши, которые мы сами заработаем. Мы заработали гроши, мы смогли их витрачать, так, как мы их витрачали, но мы их витрачали через казначейство, только после того, как мы набрали эту сумму передбаченную речь. А мы могли бы витрачать только в листопаде в месяце. А если бы нас перевели действо на банковское обслуживание, то там не было, нас бы так не ущемляли, как зараз мы ущемляемся при КНЦСКО обслуживании. Дякую. До свидания. Дякую. Щойно мы поспілкувалися з Романом Васильевичем, главным лекарем міста. В зале заседаний происходит сейчас рассмотрение закрытых вопросов. Мне слышно, что уже заседание заканчивается. Поэтому мы сейчас зайдем и будем задавать вопросы городскому голове. Спросим его о жизненно важных вопросах, которые касаются нашего города и тех проблем, которые возникли в связи то ли реорганизацией, то ли реформами, не знаю, как это назвать, сегодня в государственной системе власти. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Прямая трансляция. Скажите, у нас нет ГАИ, ликвидировали у нас ГАИ. И что? Это не проблема? Не проблема. Почему? А что город страдает от того, что у нас ГАИ была, контора была в Южной, а было 2-3 ГАИшники. И так есть 2-3 ГАИшники. И что от этого изменилось? Ну, я знаю, во время стихии не было у нас совершенно сотрудников ГАИ, чтобы они регулировали движение, когда чистили дорогу. Особенно это на трассе, конечно. Я думаю, что такая стихия, она часто не бывает. Дай Бог, чтобы это было раз в 10 лет. Но я думаю, что это не проблема пригласить 2 работника, 2 работников, которые будут работать в горе. Они и так будут, только... Поэтому я вас уверяю, что это не сильно скажется на социально-экономическом развитии нашего города. Говорят о том, что это не последняя структура, которую у нас из города забирают. Может быть, сейчас административно-территориальная реформа будет. Никто не знает, какие там планы есть. Но единственное, что, как заверяли бывшие вице-премьеры сегодня в представительстве Верховного Совета, что это будет на добровольных началах. Но даже на то, чтобы объединять какие-то там села, спорту, административно-территориальные реформы, проводить нет никакой законодательной базы. Поэтому выйдет закон, утвердят его в Верховном Совете, а потом будем уже с этого исчезать. Мы не можем потерять статус города в связи с тем, что у нас не будет таких служб? Я не думаю, что мы потеряем статус города. Мы эти вопросы поднимали на самом высоком уровне. Потому что только из-за того, что город динамически развивается. Если бы он уменьшал численность, если бы он там был в стадии стагнации и так дальше, я думаю, что возникли бы проблемы. А учитывая то, что город год в год численность растет, строится, достраивается, я думаю, что в вопросе будет стоять не считать статус города. Главное не города, а города областного. Вот. Не можем ли мы войти в Минтерновский район и предприятия наши? Если будет административная реформа, такая, как административно-территориальная реформа, как она была в проекте, не будет городов вообще никаких. Ни районного подчинения, ни областного подчинения, ни поселок городского типа. Все будут в одном статусе. Все. Город, например, областного центра, Ладодеса, и город Южный, и город Теплодар, они будут все в одном статусе. Финансироваться будет одинаково, по однаковой шкале и так далее. Поэтому там не будет распределения. Что сейчас здесь? Город районного подчинения, город областного подчинения, и поселок городского типа. Вас устраивает тот уровень уборки снега в городе, который произошел? Нет, устраивает. Сегодня совещание еще проводим 4 часа и будем проводить, пока не наведем полный порядок в городе. Но есть нюансы. Понимаете, поэтапно делали. Один там, вначале делали колею, где могла машина пройти. Второй этап, это мы сделали как бы расширение от бордюра до бордюра. Сейчас оно намерзло, сейчас не почистили, допустим, дорожки, которые выходят на дороги, переходы эти. Сегодня я тоже на этом акцентирую внимание. Да, один из серьезнейших вопросов, это не почистили остановки автобусные. Сегодня мы это сделаем, завтра пойдет городской автобус уже по городу. Поэтому, безусловно, есть проблемы, которые я не могу быть задоволенными питанием чистки снега вместе. Мы вчера проводили эфир и общались с журналистами из Николаева. У него было две такие тезы, которых нет в нашем городе. Во-первых, городской голова Зветуи перед жителями города по поводу уборки. Каждый день проходит заседание оперативного штаба и открытое заседание оперативного штаба. А второе, городской голова совместно с другими депутатами и публичными людьми приглашали всех жителей города расчистить остановки. И, как нас верил журналист, очень много жителей на эту инициативу откликнулись и помогали совместно расчищать город. Город Николаев, город Южный, немножко другие масштабы, другие объемы, другое население. Понимаете, здесь, ну что ходить, если я, когда была стихия, когда там еще были вопросы, когда мы работали утром, вечером, я был на дороге с машином. Ну что я должен об этом говорить, отчитываться. Ну и так видели, я думаю, что все, большинство людей, те, которыми я ходил по всем улицам, я даю честное слово, я лично прошел по всем переулкам, по всем дворам, по всем улицам города Южного. Николаев не может, мэр, пройти, потому что он не в состоянии это пройти. Из-за того, что он не хочет. Это нереально. А у нас это абсолютно реально. Поэтому и отчитываться о том, что я был там, что делал, что сделано, ну это должна быть нормальная, практическая, как ежедневная работа. Ну, это немножко, у меня другие подходы. Я считаю, что лучше я буду работать, а люди и так, если плохо, то плохо. А это не работать. А если, не, если, или хорошо работаем, или плохо работаем, люди сами дадут оценку, без того, что буду отчитываться по телевидению. Ну, еще вопрос, уборка мусора. Ну, вас устраивает уборка мусора? А что у нас, проблема в вывозе мусора? А в вашем дворе? Так это же вывезли давным-давно. Ну, сейчас вывезли. Да нет, это вывезли буквально, я не знаю. Ну, несколько дней назад. Но все выходные в вашем дворе была гора мусора. Да, это единственное в городе была гора мусора, правильно. Я пришел туда, собрал людей, этих наших членов СНД, и руководителей, которые там сидели. Безусловно, у меня с ними была проведена серьезная беседа. Я им сказал, берите лопаты, вместе со мной пошли чистить мусор. Они считали, что им почистят, потому что это элитный, как там было написано, что это элитный дом, там живет мэр, значит, ему почисят. И правильно сделали наши службы, что они пошли в первую очередь чистить тот дом, где мэр живет, а людям надо было взять лопаты и самим почистить. Это их прямая обязанность. Но они дождались того, что я пошел, поругался и сделали, вывезли этот, почистили с тех и вывезли мусор. Ну, ничего страшного, это нормально, люди будут в следующий раз знать, что никто им ничего за них делать не будет. Доброе, спасибо. Все, до завтра, завтра сессия.